Здравствуйте, Анна! И я хочу ответить на ваши вопросы, которые у вас появились во время обучения. Давайте начнем по объектам. Я сейчас создам три объекта. Создаю при помощи их автофигур. И сейчас я сделаю последовательно три штучки, но разного цвета, чтобы нам было более понятно, какой где находится. Вот они у нас расположены. Смотрите, на панели слои. Вы видите название слоя. Вы можете открыть и посмотреть, что находится внутри данного слоя. Там могут находиться группы или какие-то объекты. Вот здесь вот рядышком есть стрелочка. Вы ее открываете и попадаете внутрь. Здесь точно так же, как со слоем. Вы можете добавлять видимость, убирать видимость, добавлять замочек, убирать замочек. Ну, соответственно, блокировать или разблокировать, будь то объект или группа объектов. Плюс каждый объект, он подписан. Программа подписывает их автоматически. Вы можете зайти и подписать так, как вы хотите. Но по моей практике это не требуется. Требуется только подписывание слоев. А название уже непосредственно объектов внутри, оно не играет большую роль. Хотя иногда, если вам это понадобится, вы сможете это сделать. Начнем мы с вашего последнего вопроса. Как перемещать объекты внутри слоя? Вот у нас с вами три объекта. Синий внизу, зеленый по центру, желтый сверху. Что я могу сделать и как их поменять местами? Смотрите. Я могу открыть слой, зацепить тот объект, который мне нужен, который активный. Вот здесь смотрите, он выделен. Я просто кликаю мышкой, он выделяется. И начать его тащить в то расположение, которое мне нужно. Еще один из способов. Иногда бывает так, что объектов очень много и выискивать, где же и куда же делать неудобно. Так мы можем переместить при помощи клавиш. При помощи клавиш это делается кнопочка control. И есть у нас на клавиатуре две скобочки прямоугольные. На русской раскладке это буковки х и буковка твердый знак. Вот если вы нажмете на скобочку, которая под буковкой х, то объект начнет перемещаться вниз. Вот смотрите, я сейчас нажала, он у меня переместился вниз. Если же я нажму на control и кнопочка, которая твердый знак, объект поместится наверх. Просто попробуйте, нарисуйте несколько объектов, выберите его и попробуйте его перемещать. Вот он перемещается вниз и перемещается наверх. При этом я удерживаю кнопочку control, либо команд, если у вас маг, и делаю определенное количество кликов по кнопке на клавиатуре. Это не единственная возможность. Вы также можете выбрать объект, правой кнопочкой мыши нажать на него, выбрать монтаж и вот здесь выбрать. Либо переложить его сразу на задний план, либо на передний, либо же переложить на шаг вперед, шаг назад. Вот, кстати, обозначение, control и вот эта вот стрелочка, про которую я говорила. Это буквенные комбинации, горячие клавиши. То есть, как видите, возможность передвинуть объект внутри слоя, они очень большие. То есть вы это можете делать так, как вам нравится. Что делать, если нужно переместить объект на другой слой? Смотрите, создаем дополнительный слой. Вот он у нас появился. Я могу выделить объект и просто его перетянуть в новый слой. Он у меня там остался. Это первый способ. Второй способ. Он более банальный. Я думаю, что до него легко догадаться. Вы делаете control-c копирование, удаляете delete кнопочка. Я нажимаю кнопки на клавиатуре. И потом выбираю слой, чтобы он стал активным, на который я хочу поместить. Обратите внимание, слой не должен быть заблокирован. Иначе программа вам не даст совершить это действие. И нажать control-b или control-f в зависимости от того, куда вы хотите поместить данный объект. Если вы нажмете control-v, то объект сместится с его первоначальной точки. Он у вас попадет на центр вашей рабочей зоны, которую вы сейчас смотрите. Вот таким способом. То есть вы можете переместить как внутри слоя, так и между слоями. Еще один вопрос, который у вас был, это точки с направляющими или точки без направляющих. Вы их назвали усиками. Да, их можно называть усами. Вот смотрите. Мы с вами рисуем какую-то линию. И у нас есть точки. Сейчас они у меня все без усиков. Видите, да? В инструменте перо, как мы с вами рассматривали, есть такой инструмент, он называется опорная точка. И вот именно он позволяет работать с направляющими. Если у вас у точки нету кривых, вы им выбираете, и появляются усики. Если же вы хотите их убрать, этим же инструментом щелкаете по данной точке, и она, эти направляющие пропадают. Можете их растянуть, можете взять одну направляющую подергать, можете растянуть, взять обе направляющие, подергать в те стороны, которые вам нужны. При этом точно так же направляющие можно дергать при помощи инструмента Direct Selection, это белая стрелочка, но они у вас будут достаточно симметрично двигаться. Я надеюсь, что это понятно. Если у вас еще появятся вопросы, пожалуйста, мне пишите их, я с удовольствием на них отвечу. А на сегодня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok